следующий шаг внедрение компонентов компоненты это основной инструмент разработчика при работе с проектами созданными на битрис фреймворк от умения владеть этим инструментом во многом зависит профессионализм начинающего разработчика иначе можно сказать что компоненты это блоки из которых строится вывод информации на сайте представляет из себя логически завершенный код который реализует конкретный функционал как устроен компонент стоит и собственно компонента контролера и шаблона представления на вход компонента передаются параметры компонент с помощью api модулей реализует логику например вводит список новостей или на основании структуры сайт вводит цепочку навигации хлебной крошки шаблон компонента вводит данные на страницу оформляет данные полученные из компонента в html шаблонов у компонента может быть много разных компонент который отображает список новостей на сайте обладает в общем-то одинаковой логикой показывает дату название текст картинку еще ряд полей но внешний вид чаще всего разные это и называется отделяйте логику от представления в итоге можно сказать что задача по интеграции верстки это задача внедрение компонентов и создание дальних шаблонов согласно верстку чем мы лучше будем знать какие в системе имеются стандартные компоненты и кого их возможности очень большое количество задачи решается типовыми компонентами а также как создать шаблон для них тем быстрее и проще мы будем решать эту задачу задачу интеграции верстки переходим к структуре практически любой сайт имеет одно или более меню который позволяет осуществлять навигацию по сайту в системе есть механизм который позволяет создать иерархию меню эти встроенные возможности решает 99 возникающих потребностей вы можете создать меню разных типов вы можете их выводить как вам нужно строить на основе них карту сайта и так далее поэтому здесь для построения меню нашего сайта мы будем использовать механизм меню системы но прежде чем создать иерархию пунктов меню логично будет создать основные разделы сайта условно всю информацию на сайте можно разделить на статическую и динамическую статическая это текстовые страницы помощью таких страниц удобно размещать разного рода информации на сайте типа контакты компании и так далее динамическое это список новостей список товаров такого рода информация как правило хранится в базе данных выводится компонентами сложный динамический раздел например раздел с каталогом со списком товаров детальной страницы каждого товара динамически строится комплексными компонентами на основании выборок из баз данных об этом позже поговорим подробнее битры фирмборк управление иерархией сайтов и статичной информации реализован на файлах это дает большую свободу разработчику сайта поскольку файл системе это просто исполняемый файл то исполнять он может что угодно хоть собственный хп-код программиста хоть стандартный компонент такое представление соответствует предыдущему опыту контент-менеджеров которые работают с локальными файловыми системы папки и файлы фактически разделы это папки на дисковой системе страницы файлов садим структуру нашего сайта согласно tz создавать и редактировать структуру сайта мы можем несколькими путями первый это через административную часть создаем раздел именно раздела создаем для того чтобы путь оканчивался на слэш а не на имя файла . php указываем имя раздела она будет отображаться в хлебных крошках имя папки у нас переводится автоматически выбираем что при создании нужно создать пункт меню указываем какому из созданных системе типов добавить пункт указываем что при создании нужно создать индексный файл и что мы хотим после создания перейти к его редактированию еще раз указом имя уже страницы это будет заголовок страницы и вставляем содержимое страницы делаем то же самое еще для двух разделов сайта не забываем каждый раз выходить в корень сайта противном случае вы будете создавать ложные разделы и вот собственно все наши разделы и контент выводится разделы мы создали но перейти мы на них можем только по прямой ссылке реализуем вывод меню для удобства я здесь и далее буду размещать компоненты на странице тест.php производить его настройку а потом код копировать нужные места сайта это актуально для компонентов размещающих в шаблоне сайта вы можете прямо писать вызов компонентов в шаблоне и потом его настраивать это как вам будет удобнее для меню есть специальный компонент настройки немного мы добавили его форме редактирования страницы у нас автоматически открылись настройки компонента вы можете произвести настройку и в данной открывшейся форме но будем в ходе создания сайта производить настройку в режиме правки на уже размещенном компоненте так лично мне привычнее так как меню у нас одноуровневая то нам нужно указать тип меню для первого уровня как видим все три пункта меню что мы добавили вывелись но верстки по умолчанию у меню есть большой набор всевозможных шаблонов но у нас есть своя верстка и мы кастомизируем шаблон по умолчанию копируем шаблон меню в шаблон сайта скачиваем шаблон меню удаляем лишние стили картинки и применяем верстку здесь можно выделить часть верстки которая вставляется перед списком пунктов часть верстки вставляемой после пунктов меню и оформление одного меню пункта меню который у нас будет формироваться в цикле теперь копируем код вызова компонента из файла tsp hp и помещаем в нужное место шаблона замен части верстки как видим у нас вывелись три пункта меню в нашем оформлении и при переходе в один из них соответствующий пункт меню подсвечивается добавим оставшиеся пункты меню через публичную часть аналогично указан имя раздела автоматически осуществляется перевод и получается имя папки отмечаем что добавляем меню а вот редактировать нами созданный раздел не нужно так эти разделы мы будем программировать отличие от добавления в админке здесь в том что индекс на странице создается всегда и имя равняется имени раздела также указываем в какой тип меню добавить новый пункт но при этом мы можем указать в какое место данный пункт поместить добавляем все оставшиеся разделы а поиск мы добавляем без добавлений в меню переход на эту страницу будет осуществляться из формы поиска шапки на внутренних страницах нам нужно реализовать хлебные крошки для этого выбираем специальный компонент навигационная цепочка копируем шаблон для кастомизации в коде шаблона есть вещи которые нам не нужны удаляем их и заменяем стандартную верстку шаблона на свою для двух случаев когда у нас элемент со ссылкой и без ссылки копируем вызов компонента шаблон сайта и как видим все работает